Привет! Сегодня у тебя просто ждут бомбические новости, шикарнейшее обновление Android Jetpack, новая версия Android Studio и много-много всего чего интересного, еще что успело произойти. Прям не знаю, как сегодня все это вместить в короткий формат, поэтому, скорее всего, выпуск получится длинным. Но если ты хочешь узнавать все новости в первую очередь, то тебе нужно подписаться на телеграм-каналы Android Broadcast и Kotlin Broadcast, чтобы прям узнавать все из самых первых рук. Но мое личное мнение и всякие интересные комментарии ты сможешь увидеть только на YouTube, поэтому не забывай поставить лайк этому ролику, заварить себе что-нибудь горячего и приготовиться, потому что сегодня будет много всего интересного. В новом релизе приложения JetNews его адаптировали для больших экранов. Это и планшеты, хромбуки и, конечно же, складные устройства, которые потихоньку завоевывают мир. Хотя все очень спорно. Так вот, JetNews это приложение, которое вообще было предназначено с целью того, чтобы показать именно, как использовать современные практики, как использовать Compose для того, чтобы реализовать на нем UI вашего приложения в различный функционал. Так вот, теперь на нем еще будут показывать и примеры такой вот адаптации. И все это как раз-то подвязано к тому, что совсем-совсем вот только что вышла первая версия Video Manager библиотеки JetPack, которая предназначена специально для того, чтобы удобнее работать. Но о ней мы поговорим в следующей новости, когда будем обозревать релизы. Знаю, что аудитория моего канала по большей степени это мужчины, и вы могли не слышать про компанию Flow. Они делают одноименное мобильное приложение, которое является самым популярным в категории Health and Fitness. Каждый месяц их продуктом пользуются 44 миллиона человек по всему миру. В 2021 году компания подняла раунд B инвестиции, и ее оценка перевалилась за 800 миллионов долларов. У вас есть классная возможность уже в качестве сотрудника компании вместе с ней отметить становление ее единорогом. Знаю, знаю, что вы сейчас будете говорить. Прохождение собеседования в крупной компании это утомительный многоэтапный процесс, который можно занять от одной недели до нескольких месяцев. Но 26 февраля вы сможете пройти все этапы собеседования Flow за один день, причем онлайн. Ребята ищут себе Android, iOS и фронт-энд инженеров с опытом работы более пяти лет. Те, кто из вас примут оффер и присоединятся к компании, ждет welcome бонус в размере 5000 долларов. Для того, чтобы попасть на Flow One Day Offer, вам нужно заполнить форму регистрации по ссылке из описания. Как минимум от себя я рекомендую вам попробовать свои силы в этом мероприятии, так как инженеры компании довольно сильны, и вы сможете оценить свой уровень знаний, а также получить ценный фидбэк, который поможет вам стать лучше в будущем. Обновление Jetpack от 26 февраля вышло вообще невероятно огромным. Помимо того, что вообще, в принципе, много там библиотек обновилось, очень много вышло и стабильных релизов, и много чего готовится к релизу, то есть бета в РС. Новый альфа с классным интересным функционалом, поэтому тут вообще, то есть, прям вот нужно разбираться усиленно и показывать библиотеки. И сейчас с вами прямо это и сделаем. Вышла версия Navigation 2.4.0, в котором действительно много классных изменений, и многое из них связано как раз с композом. Первая важная штуковина в том, что библиотеку полностью переписали на Kotlin, то есть теперь все артефакты, которые в ней есть, а их несколько, полностью написаны на Kotlin. Классно, хорошо, мы все идем в Kotlin, а, возможно, навигацию даже задумывают и когда-то сделать мультиплатформенной. Ну, кто ж его знает. Так вот, следующая штука, которая появилась, это опять же тенденция из того, что Google развивает очень поддержку больших экранов, это поддержка Master Detail Layout. То есть, когда у вас на планшетах, знаете, есть такой элемент, когда у вас, грубо говоря, с одной стороны список, с другой стороны детали выбранного элемента в этом списке. Вот теперь это есть прямо на уровне поддержки навигации. С помощью Abstract List Detail Fragment вы можете это сделать. Теперь можно также стало получить ссылку на все видимые Navigation Backstack Entry. Кому-то будет полезно. Появилась возможность поддержки собственных nav-тайпов, но использовать в XML это нельзя. Это фича чисто для объявления графа в коде. То есть, либо если вы его делали раньше в коде и не использовали XML, что супер странно, либо тот кейс, который только подходит для кода, а именно Compose. Видите, все пропитано Compose в новом релизе. Дальше у нас это поддержка Navigation Rail View. Тот, кто не знает, в общем, в принципе, у нас был Bottom Navigation. И, в принципе, это был Bottom Bar. В новой версии Material Design его обновили. То есть, у нас сделали для телефонов, у нас будет Bottom Navigation, то есть, горизонтальные располагаться элементы меню. А для больших экранов, для планшетов, у нас будет сбоку. То есть, Navigation Rail View. И как раз и сделали специальный суперкласс, вот который сейчас и заинтегрирован в Navigation. И с помощью него можно поддерживать и Bottom Navigation, и Navigation Rail View. То есть, теперь это все вместе работает. Все шикарно, все хорошо, ура. Дальше это, опять же, возможность делать идентификаторы для Destination не только через ID, но и через строки. Здравствуй, Compose. Как я говорил, Compose много чего в этом релизе будет абсолютно пропитано. Потом появилась, естественно, стабильная поддержка Jetpack Compose. Как видите, много фичей уже допилили, сделали для того, чтобы он мог работать. Появилась фича из Fragment 1.4.0, которая, в принципе, пилилась параллельно с Navigation, но Navigation не успел с релизом фрагментов 1.4.0. Это Multi-Backstack. Я очень подробно про эту фичу рассказывал в отдельном видео. Ссылочка на это видео сейчас у вас где-то тут всплывет, либо вы можете найти в описании. Также добавили поддержку Android 12. Это связано с мутабельностью пендинг-интентов. То есть, теперь для диплинков там для всего прям шикарно хорошо работает. Появилась возможность получения Navigation ARCs и VCEF State Handle. То есть, теперь у каждого ARC, который генерится с помощью Gradle плагина, будет появляться спецметод, называемый VCEF State Handle. И, в принципе, много-много всяких произошло исправлений багов, улучшений и вот это вот все штуковины. То есть, в принципе, Navigation прям очень активно развивается, дополняется. И уже сразу после релиза 2.4.0 запустили версию 2.5.0. Начата разработка Lifecycle 2.5.0, вышла первая альфа. И там одно всего лишь единственное существенное изменение. Это во Vue модели появляется новый способ создания ее. То есть, если раньше мы использовали Vue Model Provider Factory, там вызывали метод Create, который передавали класс Vue модели, который нужно создать, то теперь будет вызываться новый метод, в котором мы также передаем класс, но плюс передаем новый параметр, новый тип Creation Extras. Фактически, это специальная мапа, в которую передаются различные параметры. Вроде бы ничего особенного и как бы все понятно, все хорошо, но зачем все это нужно? Вы можете понять, что с Vue моделью, если у вас есть в конструкторе кастомные параметры и прочим, то появляется проблема с тем, что а как туда их передать? Пришлось создавать свои Vue Model Factory. Если это еще у вас диаграфы, то как-то можно было автоматизировать, если там какой-нибудь ID или прочим, то это уже становится проблемой. Я, в принципе, про это рассказывал, где рассказывал про создание Vue модели и в Хилте, и в видосах из курса по дайгеру. Так вот, вот как раз-то Creation Extras, это такая мапа, которая может наполняться, нечто похожее на бандл, что у нас есть. То есть, туда добавляются различные типы, что-то там может, соответственно, у нас быть, и когда нам приходит это в нашу фабрику, мы просто оттуда достаем. И нам не нужно создавать какие-то разные фабрики, что делать, мы можем иметь одну универсальную фабрику. Если у нас одна универсальная фабрика, которая легко все делается, ее можно заинтегрировать в DI. И ее можно заинтегрировать с много чем интересным и не думать вообще о том, как это делается. И можно сделать крутую интеграцию в Hilt. Короче, в общем, ребята работают над тем, чтобы сделать действительно решить те вопросы, которые сейчас встают. Я думаю, тут Hilt сыграл немалую роль, хотя могу и ошибаться. Но очень похоже, что все эти штуки ведут именно к нему. Вышла версия 1.2.0 библиотеки Jetpack Preference, которая сосредоточилась на лучшем опыте, вообще лучшем UI для больших экранов. То есть, теперь у нас появились автоматические фрагменты, которые могут адаптироваться для различных размеров экрана, то есть, в зависимости от вас планшет, прочим, то есть, как у вас будут показываться хидеры, будут ли это заголовками, либо это будет навигация сбоку по-быстрому, то есть, это стало достаточно удобно. То есть, теперь, типа, вы просто описываете один файл XML, как это мы делали раньше с настройками, передаем его в этот специальный новый фрагмент Preference Header Fragment Compact, и он фактически для нас сам выберет, что создать. Либо сейчас нужно показывать сбоку навигацию, чтобы можно было быстрее противопункта меню, либо это нужно нам показывать секциями, там, на одном экране разделять как-то. В общем, все. Теперь это может разруливаться, что суперклассно. Еще немножко улучшили всякая API и прочим, но это уже несущественно. То есть, фактически, основной фокус был именно на опыте для больших экранов. Аналогичное улучшение и получила версия библиотеки 2.4.0 Jetpack Sliding Pane Layout. То есть, это лояут, который, как вы могли помнить, он специальная панелька выдвижная, которая может выдвигаться, прятаться. Нечто похожее на Navigation Layout, но только более гибкое. Вот. Теперь она тоже получила поддержку складных устройств и больших экранов, то есть, лучше, теперь это все будет работать, адаптироваться, как нам нужно, не перекрывать. Вообще, в принципе, то есть, теперь все хорошо. Вот. Хотите адаптировать свои приложения, или, в принципе, чтобы ваш UI проще адаптировался, вполне возможно, благодаря тому, что библиотеку вы просто обновите в своем проекте, ваш UI начнет адаптироваться сам под такие экраны. Вышел первый стабильный релиз Jetpack Window, ну, или Window Manager, как ее еще называют, в библиотеке, которая предназначена была именно для удобной работы с тем, чтобы понимать, какое сейчас пространство доступно, реагировать на то, когда у вас складывается-раскладывается экран устройства, их станутся один, два, меняются размеры. В общем, библиотека именно направлена на это. Как раз это, опять же, показывает фокус. Как вы можете видеть, сегодня я говорил очень много в Navigation, я говорил про Compose, а именно в UI-библиотеках, впрочем, я много говорил про адаптацию под большие экраны. Как раз-то Window — это та библиотека, которая тоже специально делалась чисто с целью для того, чтобы адаптировать весь UI под эти большие складные устройства. Кстати, Microsoft очень много написала разных блогов и, точнее, постов у себя в блоге для демонстрации того, как использовать эту библиотеку, еще когда RC Stadia была, поэтому, если вам интересно узнать эти кейсы, вы можете покопаться у них в блоге. На самом деле, я так до сих пор не понял, почему Microsoft активно так пытается продвинуть тему складных устройств. Их складные устройства, скажем, получились далеко не лучшими. Даже в несколько поколений они ничего не двигаются вперед. Samsung их там обгоняет, хоть это небольшой рынок. Надеется занять нишу больше или что-то сделать еще. Пока очень трудно сказать, но однозначно я понимаю, что Microsoft хочет расширяться. Естественно, это любой корпорации желание расширяться. Панельно, как они купили за 68 миллиардов долларов, купили большую-большую компанию, чтобы расширить свой Xbox. Кстати, Game Pass вообще становится привлекательным. Ну и вот, в принципе, я думаю, мобильный рынок их все так же манит, и они не могут отойти от этой идеи полностью, пытаются как-то в него вникнуть. Возможно, складные устройства, это их попытка такая долгосрочная в него войти и закрепиться снова. Будем смотреть. Вышла версия библиотеки Camera X 1.1.0 Beta 0.1. В принципе, я не тот человек, который вообще доводилось возможность поработать с камерой, со всем этим, и я очень плохо себе представляю, но очень интересный факт, что Google до сих пор такие вещи допускает, как вот произошли в обновлении. Самое главное, что в новой версии они сделали, это все теперь артефакты, которые есть в рамках Camera X, будут иметь одну и ту же версию. Почему раньше они имели разную? Хотя Google уже до этого такие вещи исправляла, типа, и зачем все это так шло, я просто не понимаю. Надеюсь, что будет такого меньше, потому что действительно ты не знаешь, какую версию с какой сочетать. Хотя в этом могут помочь новые фишки Гридла, которые позволяют тебе делать версию Aligning и указывать прям допфайликом, какую версию с какой тебе нужно соединять. Также в новом обновлении Jetpack была представлена версия Jetpack Glance Alpha 2. Это как раз, напомню, библиотека для того, чтобы в компол-стиле разрабатывать виджеты. Но в новой альфа-версии, помимо того, что мы можем делать App-виджеты на телефоне, теперь мы можем с помощью Glance еще делать и тайлы для часов. Тайлы это фактически, когда вас еще свайпать вбок от своего циферблата на Wear OS от Google, вы видите там разные штуки. Например, не знаю, может быть, количество воды, которую вы пили, сколько вы пробежали. Впрочем, то есть такие какие-то фактически быстрые виджеты, но на часах они называются тайлами. Так вот, теперь их тоже можно разбирать с помощью Compose. И Google, прямо я вижу, очень огромными шагами идет, чтобы избавиться полностью везде от того, чтобы девелопить UI на XML-ках. Я только не могу понять, а когда будет поддержка Android TV. Вот честно, я даже не знаю, на самом деле, чего больше сейчас в мире. Я имею в виду устройств с Android TV, ну или Google TV, как уже в современном варианте, либо часах на Wear OS от Google. На самом деле, я думаю, что все-таки выход часов на Wear OS 3.0 от Samsung очень здорово. Рынок пошатнул. И, кстати, они начали набирать доли. Я думаю, сейчас, наверное, доля где-то около 18% у Samsung. Или вообще, в принципе, у часов даже. То есть это довольно прилично, хотя год назад она была меньше 10. То есть это реально классно и, возможно, как раз-то поэтому в первую очередь усилие сейчас направляется на то, чтобы развивать Glens именно для часов, а не для какой-то делать вариацию композа для Android TV. Хотя, чем черт не шутит, может Jetpack Compose TV какой-нибудь и появятся экстеншены. Будем ждать. Ну и заключительная библиотека из этого обновления Jetpack, о котором бы мне хотелось вам рассказать, это Activity 1.5.0, которая получила свою первую альфа. И, в принципе, по большей части я бы это обновление наказал типа еще шаг в пользу смерти Activity и ее кулбека внутри нее. То есть сейчас начали декомпозировать три кулбека. On New Intent, On Configuration Changed и On Trim Memory. То есть теперь будут появляться специальные провайдеры, а-ля как это было сделано On Backpress с Dispatch, как это было сделано с Activity Result API. То есть фактически теперь нужно будет перегружать кулбеки в Activity, они задеприкейтятся, и вам нужно будет просто использовать новые классы, которые будут провайдить этот функционал. Почему это делается? Во-первых, это делается, потому что Google явно понимает, что с Компоузом фрагменты будут не нужны. И нужны способы, как все это API из Activity вызывать. И вот как раз такие провайдеры, которые можно добавить в API Компоуза через Remember какое-нибудь там название, вот они и будут получаться, и все это делается. Поэтому все закономерно и прочее. Также еще развивают диалог, то есть компонент диалог получил возможность теперь вызывать On Backpress Dispatcher, короче, фриджи, которые докачивают то, чего не успели сделать, и больше существенных изменений каких-то особо не произошло. Но, типа, я не знаю вообще, Activity, наверное, останется у нас просто таким вот, наверное, скоро останется такой старой частью, в которой кроме как именно хостинга вот этого всего кода или как базового элемента для запуска, аля как мы имеем какой-нибудь мейн-класс или мейн-функцию, она больше никакой роли служить не будет. И отказаться мы от нее не сможем у нас с Legacy, и двигаться куда-то без нее тоже будет непонятно. Хотя, возможно, когда-то Google откажется от Activity в каком-то таком варианте. Представьте, что за жизнь начнется. Но это, я думаю, никогда не случится. Поэтому давайте двигаться дальше к следующим новостям. Совсем недавно на канале я выпустил разбор вообще такое сравнение, бенчмарк именно различных макбуков новых. Да, я знаю, что вы просили, чтобы там были райзены, знаю, что вы просили, чтобы там были интелы. Мне тоже интересен, но проблема в том, чтобы достать. Кстати, если вы не посмотрели этот обзор, посмотрите, ну, поставьте лайкосик, потому что там был перезалив, и мне это здорово поможет и мотивирует делать такую штуку снова. Либо не ставьте, и я буду понимать, что вам это не нужно. Это будет нормально. Так вот, у блогеров появились первые ноутбуки на новых интелах. Интел 12-го поколения. Я смотрел сравнение MSI 17-дюймового на 12900HK. Это, по-моему, самый топовый сейчас, который есть Intel i9. Так вот, он смог опередить и в одноядерном режиме M1 Max от Apple и в многоядерном режиме точно так же смог его опередить. То есть, все закономерно. Ну, в многоядерном режиме не совсем честно, потому что там ядер на порядок больше. Но, в принципе, учитывая, во сколько смог Intel опередить M1 Max, это не сходится никак с его энергопотреблением. Я подробно всякие делал выкладки у себя еще в блоге и вообще, в принципе, кстати, в своем личном блоге стараюсь всегда это рассказывать. Тоже можете заходить подписываться. Там я и рассказываю про свою жизнь и работаю над проектом. Много чего интересного. Так вот, очень интересные штуки получаются. Действительно, типа, если вы готовы на такую печку, которая мало работает и, в принципе, больше является переносным компьютером, чем портативным устройством, в котором можно работать, дороги и прочим, то новые Intel прям очень сильно дают жару. И я сейчас жду весны, чтобы увидеть Ryzen 6-го поколения. Мне очень интересно смотреть, на что они будут способны. А больше всего интересно увидеть Ryzen на Zen 4, которые будут осенью, и вот там чувство будет прям пушка-пушка. Потому что, если Intel 13-го поколения значительный рывок не сделает в плане архитектуры и скорости, то вот Zen 4 это будет что-то с чем-то. Я думаю, король у нас синий не будет. Я больше верю в красного короля. А что думаете вы? Для композа вышел Constraint Layout первый. Первый стабильный. Не тот Constraint Layout, который есть у нас во View, а именно вот его вариация. Он выглядит на самом деле довольно ужасно, впрочем, и в принципе, наверное, я его буду юзать прям в очень редких кейсах, потому что, в принципе, вложения в композе не такие дорогие, как многоуровневость UI в View. Но самое важное, что на основе этого Constraint Layout пишет пилится Motion Layout. И мы получим действительно интересный, хороший тулинг для анимации. Возможно, вполне как это будет в Android View, как сейчас есть Motion Editor прямо в редактор в Android Studio. Но дело в том, что я слабо верю в то, что это, во-первых, будет быстро, во-вторых, я не знаю вообще, типа, как это будет выглядеть с этим описанием Motion Layout, потому что сейчас это делается на каких-то джинсончиках, и Motion Layout пока еще не стабильный, то есть Motion Layout еще девелопится, то есть Constraint Layout уже можно для композа вязать, он 1.0, Motion Layout хоть и в нем есть, но он еще альфа. Поэтому ждем, надеемся, вот честно, вот только ради этой фичи. Constraint Layout, я не знаю, это прям овер-компликейшн для, мне кажется, для композа, прям для самых крайних случаев. А вы, кстати, используете Constraint Layout для композа, если используете, пишите. Ох, ну и на самое сладкое у нас остается новое обновление Android Studio Пчелка, Bumblebee, под версией 2021.1.1.1. И уже, кстати, сразу, вместе с этим одновременно, как всегда, у нас в бета-версию переходит следующая версия, что-то я не помню, как называется, каким животным, или Пчелкой, или, ну, Пчелка ж не животная, Пчелка насекомая. Так вот, неважно. В общем, она будет 2021.2. Я думал, хоть больше скачок будет в плане поддержки идеи, хотя бы там будут до последней доведут, но типа не судьба. Так вот, в новой версии в нашей Пчелке что у нас появилось? Давайте теперь я расскажу. Обновленный менеджер устройств и эмуляторов. То есть, он теперь стал панелью, просто встроенной панелью, которая открывается сбоку. Там у вас есть теперь список ваших виртуальных устройств, список у вас реальных устройств. Вы можете подсоединиться теперь, наконец-то, кстати, с помощью QR-кода подсоединить ваше устройство, которое ротает на Android 11 и выше, по Wi-Fi. То есть, Wi-Fi DB использует, вообще не подключая его кабелем. Эта функция действительно классная. Она очень долго шла, потому что, фактически, если функция появилась в Android 11, скоро уже мы увидим первую деф-превью Android 13, думаю, это в феврале будет. А функция в Android Studio вставильная, появилась только сейчас, прям вообще трендец, разрыв функциональный. Но, самое интересное, что я сегодня, перед тем, как записывать ролик, услышал много жалоб про то, что люди, у кого-то подключается он, у кого-то не подключается. Я подумал, типа, ну что за фигня? И решил сам проверить. Взял два устройства, которых у меня есть. Первый, это Pixel 3 на Android 12 и Samsung Galaxy S20 FE, мой личный, которым я прям пользуюсь. Вот. Начал подключать Pixel. Думаю, ну блин, на Pixel-то точно должно все работать. Три раза вообще он у меня ничего не делал. В четвертый раз он у меня подключился, компьютер сказал, типа, да, все, сейчас в процессе, ждал две минуты и такой, не получилось подконнектиться. И еще раз так у меня было несколько попыток. В общем, я не смог подключить Pixel 3, но когда я взял S20 FE, у меня все завелось с первого раза прям мгновенно хорошо и без всяких проблем. Вопрос, что за проблема? Проблема с прошивкой, проблема с чем-то еще, я не знаю, потому что я решил попробовать, думаю, может это что-то проблема в стабильной версии Android Studio. Все мы знаем мифы о качестве стабильности Android Studio. Но нет, даже на бетке в следующей Android Studio тоже ничего не завелось, хотя, возможно, два из двух баги. но Galaxy S20 то работает, что супер странно. Либо мне так повезло. У меня, кстати, после Galaxy S20 попробовал сделать Pixel 3, все равно не завелось, поэтому типа не знаю, как проводить прям тесты. Пишите обязательно, завелось у вас это или не завелось, именно через QR-код в новой Android Studio, чтобы вообще там не писать никакие коды, ничего, потому что я не понимаю, что происходит. Возможно, надо бежать в Google, где-то найти этот колокол в GDE чате и постучать в него и сказать, ребята, у нас проблема. Следующая фича, это теперь для тех, кто запускает тесты, UI-тесты, будет очень полезно. Раньше, когда вы запускали тесты через Android Studio, то есть кнопочкой Run Test и через терминал, они запускались по-разному. То есть использовались разные инструменты, разные тест-раннеры для того, чтобы прогонять те тесты, выдавать репорты и прочим. Фактически у вас могли, например, какие-то тесты падать в Android Studio, но не падать в терминале и наоборот. Так вот, теперь будет использоваться один-единный Android Gradle Test Runner, то есть теперь неважно, как вы запускаете тесты, всегда они теперь будут запускаться единым образом. Но по большей части, я думаю, те, кто их запускает, скорее всего, хранат очень часто только на CI. Следующее, это то, что улучшили ассистент миграции на новую версию Android Gradle плагина. Да, вы можете знать, что сейчас с Android Studio 2020, когда они вот это перешли на именование, и Android Gradle плагина 7.0 у нас стабилизировалась API Android Gradle плагина. И теперь писать на нем стало проще. Вот как раз-то его очень активно догоняют, ассистент миграции улучшает, чтобы он мог автоматом пройти какие-то DSL-миграцию. К сожалению, пока это типа там работает не для всех тегов, но это улучшается. Возможно, мы когда-то получим полностью весь ассистент миграции что-то ручками вам вполне возможно придется допиливать пока еще самостоятельно. Также теперь новые проекты начнут использовать нетранзитивные R-классы по умолчанию. Это фича, которая тянулась вообще огромные годы, наверное, которую не включали по умолчанию, меняла свои названия. Я про эту фичу делал отдельный ролик, ссылочку на него вы сможете найти в описании. Посмотрите, потому что она действительно ускоряет сборку. будете знать, что такое нетранзитивные вообще R-классы и вообще зачем они появляются, какие их особенности, что теперь вам нужно понимать. По умолчанию эта функция включится только для новых проектов. Если у вас старый проект, вы можете воспользоваться ассистентом миграции на нетранзитивные классы, которые есть в Android Studio тоже уже, кстати, по-моему, несколько релизов как. эмуляторы теперь по умолчанию будут запускаться в не отдельном окне, а в встроенные панельки, которые у вас будут открываться в Android Studio. Эта фича была давно, но она не была включена по умолчанию. Теперь она включается по умолчанию. Фактически, что у вас происходит? То есть, нет какого-то магического, волшебного процесса. Эмулятор у вас точно так же запускается в каком-то процессе, но он запускается headless, то есть без UI. И Android Studio просто подключается к нему как удаленный монитор. То есть, просто через порт говорит, вот я подключаю к себе к монитору и просто выводится действие и туда адресуют ивенты. К сожалению, какие-то UI точь, жесты сложные, какие-то там эффекты, у меня были с ними проблемы. Поэтому, если вы тоже испытываете какие-то странности с таким эмулятором, вы можете просто пойти в настройки Android Studio, отключить m.dot-эмулятор и он у вас будет по старинке запускаться в отдельном окне. Также теперь у нас становится больше поддержки Apple Silicon. То есть, выходит и новая версия Android Build Tools. То есть, в Android Build Tools 32.1.0 прям еще больше всего перейдут инструментария. C-Make, кстати, который, когда я в бенчмарке рассказывал, что C-Make слабое место по скорости сборки проектов, потому что он был на Intel, ну, на Intel-архитектуре, на x86 запускался, то теперь сейчас он уже полноценно именно может запускаться на Apple Silicon. То есть, появилось 22 какая-то там два версии, даже 2.2.1, по-моему. То есть, в общем, самая последняя версия C-Make'а уже вставлена, и вы спокойно можете его использовать и, соответственно, мигрировать на то, чтобы собирать с ним проект, если у вас, особенно, Apple Silicon нужно улучшиться. Я буду пробовать проводить тесты на Telegram'е, то есть, посмотреть, как это заэффектит, как это улучшит. Но этот ролик уже, скорее всего, будет только в закрытом доступе для донатеров. Об этом, кстати, расскажу в конце. Помимо всего, улучшили профайлеры, то есть, они стали больше, то есть, могут делать какие-то новые штуки. Например, теперь у нас появились инспекторы для того, чтобы анализировать ваш WorkManager, то есть, джобы в нем какие происходят, с каком они состоянии и прочим, Alarm Manager, то есть, алармы, которые вы сделали, и WakeLock'и тоже отсматривать. Я это сам не пробовал, поэтому не знаю, даже рассказать не могу, ничего вам, делитесь впечатлениями в комментариях. Network Inspector теперь переехал в Web Inspector, на самом деле, для меня это было странным шоком, я сам не понял, когда впервые еще юзал бетку. В Layout Inspector появилась поддержка Composer, то есть, теперь вы можете собирать различные его текущие параметры и понимать, что в нем происходит. и также важная штука, которая у него появилась, то теперь можно делать снэпшоты, то есть, вы можете сохранить текущее состояние вашего Layout, Layout'а через Layout Inspector в какой-то специальный файлик снэпшот, потом что-то поделать, снова сохранить снэпшоты и сравнить их между собой, чтобы понять, что в них меняется. Удобная штука, которая есть в других инспекторах и, в принципе, полезна, вот теперь можно делать и для UI. Также появилась еще возможность теперь делать превью Animated Vector Drawable. Я не знаю, Animated Vector Drawable существует огромную кучу лет, почему появился только сейчас? Вот. И также еще для Compose добавили интерактивное превью. Эта фича, в принципе, была давно, но она была недоступна по умолчанию, то есть, она была экспериментальна, теперь она полностью рабочая и включена по умолчанию. Что значит интерактивное превью? То есть, если вы пишете какой-нибудь, например, калькулятор на Compose написали и хотите проверить, как он работает, вам можно не запускать его на устройстве. Вам нужно включить лишь интерактивный режим на Layout Preview в Android Studio и вы можете покликать цифры, то есть, даже будет логика работать по подсчету, если нам какие-то спец API не используют. В принципе, то есть, это позволяет намного быстрее проверять UI без необходимости запуска его на устройстве. В общем, апдейт получился достаточно интересным, хорошим. Улучшаются фичи в Android Gradle плагине. Например, самая важная штука, которая появилась в новом Android Gradle плагине, которую я смог оценить, это для линта появился кэш. То есть, тех, знают ребята, у кого большие проекты, линт они запускают очень резко, Android, линт, потому что он супер долгий, потому что он не кешируется и перезапускается заново, и это, короче, большая боль. Вот теперь он будет кешироваться, с ним становится... Ну а на этом у меня все. Я думаю, что уже вполне возможно, что в следующем выпуске мы обсудим, что же нам представит первое деф-превью Android 13 и будущие интересные апдейты, которые у нас будут происходить с джетпаком в связи с появлением новой библиотеки и узнаем, конечно, сколько нам новых фоновых ограничений выкатят. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok